Приветствую подписчики, а также гости этого канала. Сегодня я покажу вам, как запустить плотку, если вы, например, загрузили сохранение и слетели настройки, сделанные игрой, и вам неохота делать рестарт сценария. Ну или просто скрипт не подцепился, и вы как тру-машинист не против побегать, и ручками настроить всё и вся, вместо опять-таки перезапуска. Собственно, хотелось бы отметить, что логика настройки локомотивов американских не изменилась со второй и первой части, потому как и раньше у нас, собственно, будет две базы настройки. Это настройка головной с плотки и с плотки толкачей, ведомый слэш-ведущий. Итак, погнали! Так, ну и первое, с чего мы начнём. Во-первых, поднять жопу надо. Здесь сразу посмотрим, можем посмотреть радио. И я предлагаю идти настраивать. Здесь всё как обычно, в принципе. Залитаем. Отключаем пульт машиниста. Пульт машиниста, это вот эти вот три тумблера. Их надо все выключить. Тогда полностью отключается пульт, и будет помимо тяги ещё работать тормоза и прочие штучки-дрючки. Также, поскольку этот тепловоз ведомый, здесь кат-аут, трейл, всё правильно, это понятно. С тормозами вроде проблем я не встречал. На всякий случай рекомендую у ведомых выключать радиостанцию. Потому что бывает такой глюк ловится, что игра пытается всё равно управлять по радиоканалу теми локомотивами, пульт у которых отключён. Так быть не должно. Радио оставляем только на ведущих, на ведомых. Всё отключаем кедрине фени. Заходим, повторяем процедуру. Вырубаем три перемычки. Но здесь одна и так была выключена, генератор. Остальные две выключили, выключили радио. Бегим далее. Так на всех локомотивах, на всех ведомых. Залетел. Раз, два. Если надо будет, третью выключишь. Отключил. Так, я дверь не закрыл. Тири, тири. О, всё. Итак, всё. Головная сплотка настроена целиком и полностью. Бежим далее. На сплойке толкачей. Сплотки. На эти предупреждения можно их смело игнорировать. Просто нажимаешь нет и бежишь дальше по своим делам. Так, вот мы добежали до первой сплотки толкачей. Она в середине состава. Это прям вообще лайк для ТСВ. Это прям угу-гу. Выход для второй части Шерман Хилла показал, что Дэви Тейлы, наконец, более-менее адаптировали движок для работы с длинными поездами. Собственно, в третьей части они сделали это ещё лучше. И на Кахоне теперь можно гонять вот такие вот сборные поезда весом 14,5 тысяч тонн со сплоткой толкачей в середине состава. Это прям кайф. Обратите внимание, здесь сейчас будет немножко по-другому. В том плане, что я наоборот включу все три. Так, работаю. Ту-ту-ту-ту-ты. Вот. Всё, тормоза здесь в порядке. И здесь радио я должен оставить. Потому что это будет ведущий локомотив с плотки толкачей. А, соответственно, ведомый мы настраиваем всё так же, как и ведомые в голове. Просто залетаем. Всё отключаем. И те же пты. Эть. Эть. И радио. Всё таким образом вы будете уверены, что у вас ничего не заглючит. А это радует. Поэтому я топлю за то, чтобы радио отключать. Блин, поезд офигенно длинный на самом деле. Не знаю, километра два, наверное. Ну, увидимся, когда бегу. Так, ну, вот, собственно, и финальная сплотка толкачей. Ведущий настраиваем, как ведущий. То есть, всё включаем, все три. Проверяем, чтобы радио было включено. Включено. А ведомый толкач настраиваем, как ведомый в голове. То есть, заходим, отключаем, отключаем. Так, не вовремя ты вылезла. И радио отключаем. Всё. В принципе, на этом можно считать лодку настроенной. Сейчас посмотрим на результат. И да, ребят, я понимаю, что это всё по большей степени лейка и фан-сервис. Потому как в большинстве заданий всё-таки всё настроено грамотно. Единственное, что требуется, это воткнуть. Нажать сначала кнопку связи с подталкивающим локомотивом. А потом воткнуть реверсивную рукоятку. Чтобы это действие отдублировалось на все ведущие локомотивы. Неведомые, а именно ведущие. Но, тем не менее, я знаю, что такое Дови Тейлы. Я сам сталкивался с кучей багов. Касательно настроек с плотки после загрузки, сохранения. Или просто в начале игры, когда на шестой позиции не можешь тронуться. Хотя должен тронуться со второй, с восемью-то локомотивами. Поэтому я всё же надеюсь, что кому-то этот материал пригодится. Мало ли, может кто не знал, как настраивать. И постоянно перезагружает сценарий. Потому что не работает машина, не заводится мотор. Вот, собственно, я и показал, чего и как. Ну и сейчас будет тест-драйв. Также абсолютно неважно, в какой игре вы применяете эти настройки. ТСВ-2, ТСВ-1, ТСВ-3. И на какой локомотив. Что GP-40, SD-40, простите. Что GP-38. Всё до лампочки, везде всё, по сути, одинаково. Логика запуска и настройки с плоток везде одинаковая. Ну вот, собственно, мы и подобрались к моменту истины, так сказать. Сейчас мы узнаем, что я вам там насоветовал. Так, проверяем автомат радио сразу. Он включён. Всё отлично. Садимся. Сразу нажимаем кнопочку. Связь с подталкивающим локомотивом. После чего, так, генератор. Втыкаем реверсивку, включаем. Это направление вперёд. Отпускаем тормоза. Даём перед этим полностью локомотивный. Сейчас он тут выровняет чуть-чуть. Кстати, выравнивают почему-то здесь всё равно быстро. Выравнивают долго только на Шермане. Давление я имею в виду. Ну а дальше погнали наши городских. Даём пару позиций. Ну это вы всё знаете, я уверен. Как трогаться в горку и без меня все знают. И потихоньку отпускаем локомотивный. Всё. Мы тронулись с третьей позиции. Несмотря на то, что у меня 14,5 тысяч веса, то у меня подъём в 1,2% или 0,12%. Я всё равно тронулся без проблем. Нагрузка есть. Теперь смотрите, кто не знает, ещё лайфхак. Как посмотреть, что у вас работает толкач. Переходите на внешнюю камеру два раза. Вот мы в хвосте. То, что звук есть в тяге, это фигня на палочке. Звук часто выгреглючит. Приближаетесь. Курва, тут окна закрыты. Это ж надо. Бляха-муха. Ну там что-то я вижу на мониторе. Ай, гадство. Было окна открыть, я не подумал. Ну, короче, вроде там есть зелёная. Да. Вон, пожалуйста. Видно, что тяга. Стоит третья. Н3. Ночь 3. Типа положение. Рукоятки 3. Здесь тоже троечка. Реверсивка вперёд. Всё отлично. Ведущий схему собрал. Что насчёт ведомого? Нагрузка есть. Правда, показывают idle, потому что этот... Реверсивки нет, как вы видите. Но нагрузку двигатель даёт. Вон, 44 этих. 43 уже. Так что он тоже в тяге задействован. Ну и по звуку это слышно, само собой. Вот такие пироги. Это всё, что я вам хотел показать. Я прекрасно понимаю, что это не для всех. И слава богу, в третьей части не так часто слетают настройки. Установленные игрой в плане работы с плотки. Но, тем не менее, беда случается. Особенно после загрузок, сохранений. Поэтому, надеюсь, вам это видео окажется полезным. Ну, за сим откланяюсь. Ребят, кто не подписан, подписывайтесь. Оставляйте свои вопросы, мнения, пожелания в комментариях. А также приходите на стримы по выходным. В основном это воскресенье. У меня тут мультиплеер по поездам. По нашим, отечественным. С живыми диспетчерами, с живыми машинистами. Там своя экосистема буквально. Приходите, кто не приходит. Я думаю, вам понравится. Все, ребят, всем спасибо. Всем пока.